Всем привет дорогие друзья, с вами снова я Алексей и сегодня вашему вниманию я бы хотел представить свое новое видео, видео по игре Spin Tires, это рубрика обзора модов и сегодня у меня на обзоре крайне необычный автомобиль, это КАЗ 4540, полноприводная такая машинешка, очень классно она и забавно на самом деле выглядит. Знаете, такая рама просто с кабиной и с полным приводом, обалденный внешний вид у машинки, такая она знаете незамысловатая, простенькая такая вся хорошенькая, маленькая, огромная площадь истекления у нас, ну прям таки бомба. Единственное, что здесь к сожалению нет вида от первого лица, я имею ввиду из кабины, хотя там в принципе что-то вроде у нас там напоминающее салон есть, то есть там да у нас есть руль, он ну не анимирован как бы, ну это и не надо, зато у нас там на спалке даже, типа на спалке есть мягкие подушечки, где можно приземлиться отдохнуть. Ну в общем неплохо машинка довольно таки сделана. Итак, давайте посмотрим, что она на себе несет, какие у нее есть аддончики, сейчас камеру так мы подкрутим. Итак, есть у нас груз, ну типа ремонтных частей, это по большому счету Кунг с 66 газика и в описании написано, что некоторые аддоны взяты с 66 газика. Гаражная тележка имеется, запасное колесо, которое ставится в свою непосредственную нишу за кабиной, имеет 100 ремонтных очков, также можно поставить вот такой вот интересный кузовочек, в котором можно перевозить грузы, он у нас откидывается, чуть позже покажу как это все реализовано. И если вы хотите хардкора, то есть у нас еще и платформа для перевозки леса, для перевозки бревен. Тоже прикольно выглядит, но мы, наверное, поставим с вами все-таки кузовок, что-то как-то мне хочется покататься с кузовком. Ну, самосвалы мне понравились, КАМАЗ мне самосвалы очень понравились. И плюс ко всему у нас есть еще внедорожная резина, но тоже очень похожа на шишигинскую. Итак, запускаем двигателек наш, ух, как он коптит. Так, ну что, выезжаем. Машина, как я говорил, у нас с полным приводом, но мы все возможности полного привода проверим несколько позже. Ух ты, даже какой у нас там звук есть. Так, что мы можем загрузить? Трубы, труба, одна большая труба может быть, либо мелкие трубы. Ну-ка посмотрим. Ага, две таких трубы у нас упало сюда в машину. Допустим, мы этот груз скидываем, и он у нас получается в виде бревнышек. Так, а если мы загрузим трубу? А, у нас такая одна большая труба получается. Окей, интересно, интересно. Ну давайте, наверное, мы груз все-таки скинем и возьмем вот эту первую трубу. Пусть у нас будет две маленьких трубы. Итак, сразу включаем полный привод, блокировочки, боевой режим, и КАЗик пошел. Давай, красавчик. Да, вообще плевать, серьезно. Обалдеть. Ну посмотрите, что с ним происходит. Да вообще пофигу, клюнул нос, он даже бампер не пострадал. Кстати, здесь у нас идет 500 ремонтных очков, бак на 170 литров, и расход 7 литров. Да, наверное, самый максимальный расход это 7 литров. Ну неплохо, анимированы у нас брызговички. У нас вес, конечно, передний страдает очень, он прямо-таки такой, за счет того, что кабина у нас висит слишком, ну так скажем, вперед, грубо говоря. То есть мы не сидим на колесе, как на КАМАЗе, да. Да, уровень, конечно, он хапанул, но я бы не сказал, что прям ему это было все так сложно. Он начал чихать, затыкаться в этой воде. Вообще, совершенно спокойно машина прошла. Клиронс у нее просто обалденный вообще, ребята. Классная тачка. Я думаю, мы, наверное, с Владом запишем обязательно серию мультиплеерных наших покатушек, внедорожных приключений на этих машинках. Если, кстати, вам идея нравится, то пишите об этом обязательно в комментариях. Будет интересно посмотреть на ваши отзывы. Отзывы. Оп, оп, вообще легко. Ходы подвески огромные, сама машина легкая, и, ну, преодолевает она все это на изи. Так, у нас все анимировано, мосты. Ну, вот я только не вижу. Да, кардан у нас также там анимирован, видел я. Болтается, он там крутится по-всякому. Ну, хорошо, да, с анимацией здесь все в порядке. Сейчас мы с вами, наверное, попробуем преодолеть болото, а после этого попробуем эти трубы как-нибудь оттуда выгрузить. Но перед этим попробуем без блокировок вот это наше препятствие преодолеть, где, ну, большинство машин сдувается на самом деле. Да, вообще пофигу. Как будто так и надо, знаете. Тут на болоте, конечно, тяжеловато ему. Задним левым колесом гребет. Да, тяжеловато все начинает взрываться, поэтому лучше пока канава не выкопана, лучше полный привод с дифом включить, чтобы героически это все преодолеть. Правильно? Правильно. Так, ну что, рвемся в болото, посмотрим, как он справляется с этим. Родной. Я думаю, для интереса нам надо немножко постоять, чтобы мы утонули там, да, и даже, наверное, отключить диф и полный привод, чуть-чуть зашлифоваться там. Вот так вот примерно, отлично. И теперь с доблестью оттуда попробовать выехать. Вообще пофигу, по-моему, слушайте. Обалдеть, ему вообще насрать. Он просто едет. Он легкий, понимаете? Легкий, мощный. И грамотно распределен вес. То есть у нас кабина давит на переднюю ось, груз давит на заднюю ось. И получается развесовка, ну, практически идеальная. То есть у нас он полностью погружается. Нет такого, что, знаете, вот на некоторых модах, когда через те же канавы переезжаешь, у нас морда легкая. И она просто проходит над канавой. А тут она прямо вот ныряет, переплывает. И класс, обалдеть. Классная машина. Обалдеть. Так, ну что, давайте попробуем, наверное, мы теперь с вами разгрузиться. Открываем борт. У нас открывается левый борт. Но я бы хотел, допустим, введить еще, чтобы открывался правый. Включаем самосвал. Так, на буковку R у нас складывать. А на буковку R у нас кузов поднимать. Угу. Ну, смотрите, у нас проблема идет, друзья. Я кузов не могу поднять. И не могу его опустить, соответственно. Видимо, все-таки мешают вот эти самые трубы. Они, видимо, здесь сделаны таким, знаете, объектом статичным, который не поддерживает это все. Ну, вот видите, да, у нас так получилось, что кузов-то вроде как поднялся сам по себе сейчас. Ну-ка. Поднимем его до конца. Теперь опустим. Хорошо. А давайте сейчас еще борт поднимем. Интересно, что с бревнами будет. О, нормально. Выгрузился. Все. Пиши пропало. Так, ну что, сдаем назад. Где-нибудь тут, наверное, мы сейчас с вами и запишем финалочку. Кстати, вот она. Ну что, друзья. Вот такой вот интересный у нас сегодня довольно веселый мод получился. Сейчас он находится, на данный момент, на момент записи обзора, он находится в топе в рокшопе. Поэтому я вам его определенно советую скачать. Машина очень веселая. Поможет она вам пройти, наверное, не один десяток карт, даже самых-самых суровых. Проходимость на уровне. С грузами, конечно, с трубами проблемы. Сами видите, да. То есть, как-то где-то клинит. Скорее всего, из-за того, что трубы это у нас статичный объект и не анимированы никак-то. Может быть, в будущем авторы прислушаются, да, анимируют их, чтобы они там по кузову катались. Как-то препятствовали нормальному продвижению автомобиля. В общем, и когда мы поднимаем кузов, чтобы, ну, она просто, эта труба скатывалась. Как-то так. То есть, без обязательно того, чтобы можно было скинуть груз. Просто ехал-ехал, взял где-нибудь трубу, вывалил. Да и ладно, без палева так еще ногой присыпал. Типа, ладно, бог с ней, пусть валяется. В общем, так, друзья. Ссылка находится в описании. Надеюсь, обзор вам понравился. Такой вот он немножко, наверное, какой-то спонтанный, сумбурный у нас получился. Но у меня, в принципе, все обзоры такие. Зато они веселые. Информативности, наверное, мало, но зато обзоры веселые. Все, друзья. Спасибо вам огромное. Не забываем ставить лайки, подписываться на канал, нажимать на колокольчик, распространять это видео везде, где только можно. Пишите в комментариях, как вам эта машинка. Ну, а на этом все. С вами был Алексей. Желаю вам всем хорошего настроения, всем огромной удачи и пока. Увидимся.